В этом уроке мы сделаем набросок голова дракона. Я прикрепил к шаптовому сферу. Ее мы используем для того, чтобы сделать набросок голова дракона. Еще я залил в панель текстур изображения голова дракона которую я лепил перед этим. Я добавлю ее в Spotlight, кликнув эту кнопку. Голову я буду использовать как референс, чтобы было на что ориентироваться. Вы можете загрузить какой-то свой скетч или другие изображения в качестве референса в Spotlight. Перед тем как начать работу я активирую симметрию по оси Зи. Выбираю киснув и начинаю вытягивать геометрию, чтобы сделать основную форму головы дракона. подтягиваем рот. Делаем основу нинейные челюсти. Смотрим со стороны. Тянем линию транспозиции и расширяем объект. Сдвигаем на место. Еще несколько поправок кистьюнов. И основной набросок мы сделали. Отключаем project и применяем геометрию. Разрешение установлено на 128. Отключаем референс и склаживаем контур. Возвращаем референс. Ставим в лучшую позицию. И все той же кистьюнов отчерчиваем контуры головы. Мы поставили референс не для того, чтобы сделать точно такую же голову, а для того, чтобы создать довольно похожую форму головы. Я хочу взять из референсов все, что у него есть положительного и создать нового дракона. Сейчас я сделаю пару меток. Например, для носа. Глаз. И кистью Play Build Up отчерчиваю форму нижней челюсти и рта. Еще несколько линий на носу, чтобы выразить и его форму. Теперь веки. Оба с под глазом. Здесь прорезаю. Моя цель сейчас это показать косную форму черепа. Работает кистью Damp Standard. Думаю, форма головы уже выражена достаточно, чтобы на время отключить референс. Поработаем с этой стороны. Выражаем ноздри, кистью Play Build Up. Вообще, в данный момент референс лучше оставить выключенным. Постарайтесь лепить, полагаясь на память. Обрабатываем голову сверху. Между ноздрями оставляем промежуток всего большого носа дракона. И так до самого тени. Надо определиться, какой тип дракона это будет. Мой дракон будет похож на китайского, с удлиненным телом. Поэтому надо придерживаться определенных форм и дизайна. Обязательно сначала придумайте, что именно будете лепить, перед тем, как начинать работу. Так вам будет легче переходить с одного этапа лепки на другой. Включаем обратно референс. Кистью нет отправляем. Вытягиваем эту маленькую пару рук. Сейчас я хочу воспользоваться кистью Insert Sphere. У внутренней стороны рта растягиваем сферу. И вытягиваем кистью Move. Создаем зуб. Смотрим с этой стороны. Ваши работаем кистью Move. Сосновые зубы просто закончили. Отключаем до референс. Используем димитру с позиции, чтобы сдвинуть. И слегка повернуть. Подправляем кистью Move. Хорошо. Далее я дублирую зубы. Сликаем и стрикаем. Теперь в эту сторону. И приподнимаем. Включаем референс и стригаем на место. Делаем немного меньше. Хорошо. Я стараюсь повторять расположение зубов. Просто дублирую их. Можно конечно редактировать их, чтобы они выглядели по-разному. Включаем референс. Убираем маску. И изолируем зубы, чтобы создать для них отдельный поликруг. Я жму сплит хидинг. Теперь это отдельный саптур. Отображаем голову. Выбираем кисть Move. Только лоджика. И стригаем зубы. Делаем размер кисти таким, чтобы не задевать остальные зубы. Работаем так, как будто это большая кисть Move. Но опять-таки не задеваем другие зубы. Оттягиваю еще немного. Меняю форму зубов. Размер. Эти кусты будут короче. Делаем их кривее. В общем, вносим разнообразие. Снова выполняем трех стригирования. В этот раз мы повернем саптуру. Тянем линию транспозиции. Подключаем симметрию. И зажимаем Shift. Поворачиваем. Иногда объект соскакивает. Не могу объяснить почему. Хорошо. Иногда просто нужно попробовать несколько раз. Ставим место. Ставим линию транспозиции. И ставим вдоль ряда зубов. Изменим размер. И зубы оказываются в нужном месте. Выбираем кисленный топологик. И расставляем зубы на деснах. Можете детализировать десну. Но сейчас мы просто делаем накоски. Теперь добавим глаз. Выбираем кисть Insert Sphere. Растягиваем. Смотрим как все выглядит. Разделяем глаза и зубы на отдельные саптуры. Жмем Group Speed. Подключаем сетку. И на этом урок окончен. В следующем уроке мы продолжим детализирование клавового клукона. Э mega медленно.